Первый вопрос касается важнейшей темы – системы закупок. Она всегда была объектом моего пристального внимания, поскольку является одним из значимых инструментов экономической политики. Мной не раз давались поручения о его использовании для повышения конкурентоспособности экономики, эффективного расходования денежных средств и недопущения разного рода серых схем. Подготовлен проект указа, который позволит исключить, как полагает правительство, недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок за счет бюджетных и собственных средств организации. Однако при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность процессов в хозяйственной деятельности предприятий с одновременной экономией денежных средств. На ваше рассмотрение вносится проект указа по совершенствованию законодательства в области закупок. Те новшества, которые предлагаются внести, позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при осуществлении государственных закупок. Первое, что предлагается, это запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц. Аффилированные сговоры – это одна из коррупционных составляющих, которая по исследованиям международных агентств говорит о том, что сговор дает завышение цен. Поэтому здесь по предложению Комитета государственного контроля это предложение принято, и в проекте указа даны определения, и дается понятие, кто за аффилированные лица, как их определять. Второе, операции по аренде и лизингу должны будут проводиться на конкурсной основе. Мы этим исключим те случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурсных процедур и без участия белорусских поставщиков. Например, комбайн покупается по лизингу, джон-дировский или классовский, и не проводится процедура конкурса. И наши участники, тот же комиссар Маш, не знают, что такая процедура проводится. Теперь это будет открыто, понятно, и все могут принять участие в нем. И этим мы стимулируем участие отечественных производителей в этом. Но конкурсы и прочее, это же не инновации. У нас, мы применяем кое-где это. Но я просто намекаю на то, что с принятием того или иного нормативного правового акта упаси вас Господь, и вам и другим придется констатировать факт, что мы этим не добились, желаемого. Как были в этой цепочке жулья по 10 человек. И с 10 рублей до 1000 поднимают цену, это будет большая беда. Поэтому это очень серьезный нормативно-правовый акт. Поэтому я просто вас предупреждаю, чтобы это не было тяп-ляп документа, а потом, когда жарный петух клюнет, вы прибежите и начнете мне рассказывать. Вот тут не досмотрели, давайте внесем дополнение изменения. У нас есть какие-то предложения, я могу после министра добавить еще голосу.